Добрый вечер всем! Сегодня у нас 19 мая 2022 года. Ну вот, часы сделали у нас, часы остановились сегодня. Жан-Люк у меня сделал, часы подчинил, батарейку поменял. И сейчас у нас доходит без 15.10 вечером. У меня, как всегда, вечером время бывает для меня. Как бы меня Жан-Люк немножко ограничил, говорит, ну, немного времени для тебя вот вечером, а потом приходи, будем фильм смотреть. Смотреть какой-то пока не очень интересный вроде фильм, ну, детектив французский какой-то, не знаю, французский или нет, но на французском языке смотрим. Вот. Называется «Кто убил Сару?» Вот смотрю, кто убил Сару. На нашем платном канале. Ну, что у нас Жара стоит? Я вроде утром вам говорила, что у нас дождь шел. Ну, гроза, как я сказала, прошла стороной. Ну, дождичек прошел. Ну, что самое интересное, днем опять стало очень и очень жарко. Просто очень жарко. Даже дышать невозможно. Цветы у меня все пересохли, засыхают прямо. Ну, даже от того, что дождь шел, и мы даже этого было мало, пришлось второй раз их поливать. В общем, жара стоит, конечно, какая-то очень такая необычная, на мой взгляд. Кто-то рассказывает мне в комментариях, пишут, что где-то холодно сейчас у нас. Ну, холодно, не как здесь жарко. Что и солнышко, и дождик вроде идет. Ну, вот видите, как везде все по-разному. Как я уже говорила, когда вот жарко, кажется, что везде повсеместно такая же температура. Вот, что хотела еще сказать. Ну, хотела сказать вам, так, подглядываю, потому что записывать стала, а то, думаю, опять забуду, о чем хотела сказать. Ну, большое спасибо вам всем за комментарии под моим вчерашним видео. Я такое видео... Я, кстати, долго думала вот рассказывать о том, что вот, ну, какие, допустим, ну, мои истории. Это чисто истории, что произошло со мной. Ну, то есть все, что я вам рассказываю, это то, что я или видела где-то, или знаю кого-то, или то, что происходило со мной. То есть это непридуманные истории. Это вот все, что я делаю, что, в общем, у нас происходит. Я вам все и рассказываю. Вот. Эту историю, как бы, ну, я вижу, что меня ее смотрят, как бы, видимо, заинтересовало людей. Ну, что я хотела сказать. Я даже сегодня, кстати, по этому поводу с Жен-Люком разговаривала. Я его прямо это порасспрашивала, все спросила у него, в общем. Думаю, еще порасспрашиваю. Ну, вдруг я вам что-то недорассказала, как-то неправильно я преподнесла. Кто ж его знает. Видите, понимаете, мы же, как бы это сказать, ну, мы же настолько все люди-то разные. То есть, и, конечно же, то, что я вам рассказала, это случилось со мной. И это потому, что я, допустим, искала мужчину, естественно, на сайте знакомств. Ну, и как мне уже потом написали, вот, в комментариях, мне написали, что и в России, допустим, у нас тоже такое бывает. То есть такие люди на сайтах присутствуют. Там вот в комментариях это очень хорошо написали. То есть это как бы не то, что здесь вот прямо какие-то, ну, такие как бы ненормальные вроде как люди вроде как. На самом деле, ну, мне так кажется. Я поговорила тоже с Жанлюком по этому поводу. И как я вам сказала, у меня и свой собственный опыт, что мне такие вот, ну, предлагали как бы. Они предлагали мне это все деликатно. Никто на меня здесь, знаете, как, ну, меня вроде насильно ничего не заставляло делать. Меня просто спросили, вот. И когда я сказала нет, они так же деликатненько ушли. То есть как бы это все было очень культурно и очень, ну, ненавязчиво, скажем так. Вот. Они попробовали, у них не получилось. Ну, и Жанлюк мне тоже сказал. Эти люди, вот люди, от которых я рассказывала вчера, они, он говорит, здесь это все, говорит, происходит так, что это не афишируется. Это нет никаких реклам, говорит, тому, что вот надо вот так делать. Вот рекламы самой, что вот эти бы, допустим, клубы где-то бы рекламировали. Это, говорит, делается совсем не так, он сказал. Туда приходят, ну, люди уже, которые, ну, вот такие люди, наверное, не такие, как вот другие. Допустим, не такие, как я, они туда приходят, они там, ну, это все, это все очень, говорит, ну, в таком, как бы закрыто. Это все никак, ну, вроде никто никого ничего делать не заставляет. Это все очень, даже, говорит, культурно происходит. Если человеку что-то не нравится и что-то он не хочет, его там никто не заставит ничего делать. То есть это по желанию. Даже, говорит, в таких клубах он не говорит. Даже алкоголь запрещается принимать. То есть человек должен быть, ну, там, допустим, быть шампанское или что-то, но не то, что там алкоголь какой-то крепкий пить или что-то. Нет, говорит, этого там нет. То есть люди все адекватные там, в общем-то, нормальные, с трезвым, как говорится, уме. Вот, и поэтому он говорит, это как бы не что-то такое вот. То есть, ну, это такое место, где собираются специальные люди. Вот, и все, вот. И как бы я так прочитала все ваши комментарии, тоже так продумала и подумала про все комментарии. Конечно, много у нас. Это большое вам спасибо, кстати, что вы высказались. Мне было интересно узнать, что думают другие люди. Большое-большое вам спасибо, потому что у каждого человека свое мнение. Кто-то вот категорично, категорично считает, что ну вот так вроде как не должно быть. Я вас понимаю, потому что, ну вот для меня это тоже, допустим, неприемливо. Ну, я так воспитана, я вот так. Мне это как бы, мне даже, мне кажется, это бы никогда не доставило никакого удовольствия, потому что, ну, я бы другой человек. Ну, есть, видимо, какие-то отличные люди от меня. И если, как правильно, мне еще был один комментарий, правильно заметила одна женщина, что если это никому не приносит вреда, и это правильно, это действительно так, то это имеет место быть. Если два человека, и там два, три, четыре, я не знаю, и всем это что-то там, ну, я не знаю, нравится или не нравится, там, ну, они договорились, какие-то там, в общем-то, чем-то занимаются таким, что-то другим неприемлемо, мне предположим. Вот, но не делают они мне, как бы, не вредят мне, не вредят другим людям. Так почему бы и нет, наверное, ну, делайте, что хотите, лишь бы это не было, как говорится, ну, вот, какой-то рекламы, я не знаю. Вот, поэтому, как бы, я не знаю. Для меня это было немножечко, я, видимо, ну, такой человек, что я в такой среде воспитывалась, что я с такими людьми общалась, то есть мне, как бы, это было очень даже и удивительно. Вы знаете, я эти, как бы, истории уже и подзабыла, уже они у меня так в памяти, как я уже вчера говорила, ушли куда-то там, потерялись, потому что, в принципе, я, как бы, почему я их вспомнила? Потому что вот стала вам рассказывать про манипулятора, стала рассказывать вот эти мои истории, воспоминания различные, потом я стала рассказывать то, что со мной происходило на сайтах знакомств, каких людей я встречала, и вот у меня так они раз оттуда из памяти-то, и, как бы, они у меня и всплыли. Но, как бы, понимаете, может, я бы их уже и забыла навсегда, если вот я снова не стала бы вот это вот рассказывать, вспоминать и прочее. Может быть, бы я и, как бы, никогда бы их уже и не вспомнила, и забыла бы благополучно про эти истории. То есть, по-честному-то, я их уже и забыла. Я по правде их и забыла. А тут, как бы, вот сегодня я, вы знаете, я целый день сегодня, кстати, под этим впечатлением, вот под впечатлением вот этих историй моих. Сама же под них стала уже под другим углом на них смотреть, стала, как бы, ну, прочитала все ваши комментарии. Мне было так интересно просто действительно узнать интересное мнение других людей. Ну, я предполагала, что такие люди какие-то необычные есть. Ну, вот, что их так много, что они везде, ну, как много, много их немного, но они и имеются. И что они в России, оказывается, тоже имеются. Мне написали, что на сайте знакомств тоже такие люди встречаются. Ну, в общем, что они бывают в этой жизни. Знаете, как-то вот тоже сразу мне вспомнилась еще одна история. Я как-то некоторое время назад, тоже несколько лет назад, у меня как-то одна ассоциация здесь, ну, французских вот этих, ну, люди, которые помогают вот беженцам, люди, которые помогают там, ну, беженцам, да, бедным, да, наверное, бедным, или как их, которые приезжают во Францию. Ну, и у меня как-то, у меня были знакомые женщины, хорошие женщины француженки. Вообще, группа такая людей очень хорошая, дружелюбная. Даже как-то я приходила на их чайпитие вот с этими беженцами, ну, из разных стран. Или там были жены, иностранные жены французских мужчин. Но там ни одного было, никого не было, ни русскоязычности там не было. Там были, ну, темные женщины, там, темнокожие. Откуда, по-моему, из Азии были женщины. То есть, ну, вот такие вот у меня встречались. Вот, русскоязычность у меня не встречалась. И люди, которые, допустим, ну, как мигранты, наверное, да, считаются. Это было еще давно, несколько лет назад. И вот меня эта ассоциация как-то пригласила. Говорит, вы знаете, там, говорит, по-русски, ну, как бы, мужчина, женщина, там, несколько детей приехали от кого-то из России. И нужно, как бы они не понимают по-французски, надо как-то попытаться, ну, вот, поговорить с ними. Ну, чтобы они там поняли, что-то им разъяснить и прочее. Ну, и я, конечно, я поехала туда, пришла. Недалеко они от меня жили. Ну, и это была, это были, ну, семья была. Мужчина, женщина из Чечни они были. Вот. Ну, и я, как бы, женщина не очень общалась. Мы в основном с мужчиной разговаривали. Женщина тоже тут с нами сидела. Все. Мы с ним в основном разговаривали. У них много детей. Они молодые. Они приехали во Францию. Ну, и, в общем, мы стали вот разговаривать с ним там о чем-то. Так, в общем-то, обо всем. И, как говорится, ни о чем. Ну, и он мне говорит, и знаете, одна из причин, по которой я покинула, вот, ну, российскую территорию, он мне говорит, по той причине, что в России сейчас очень, говорит, много, ну, как бы, людей, которые, как бы это сказать-то, помягче. Женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. То есть это такие однополые пары. Все чаще, говорит, еще чаще стало в России встречаться. Я, как бы, одна из причин, по которой решил покинуть Россию. Вот. Я тогда так удивилась, потому что, прям удивилась, потому что, вот, совсем незадолго до вот этого разговора с ним во Франции был принят закон узаконить однополые браки. Вот узаконить, то есть они уже могли делать, именно, раньше они пак сделали, а потом, как в каком-то году, сейчас не помню, можно посмотреть в интернете, они стали, уже у них марияж, женитьба. То есть однополые пары это узаконили. И я так удивилась, я ему говорю, да, я не поняла, у нас-то в России, говорю, у нас нельзя выйти замуж, допустим, женщина за женщиной, мужчина за мужчиной. У нас, говорю, нельзя. А здесь, говорю, это узаконено, это вот в таком-то там как раз году, вот, вот, все это, такой закон вышел, это как бы все. Он так удивился, а вот на меня, говорит, как это, говорит, во Франции это можно делать? Я говорю, да, это как бы нормально здесь, говорю, люди, ну, вот так вот, к этому относятся спокойно, нормально. Он говорит, не может быть. Я говорю, ну, вы посмотрите, у вас интернет есть, вы наберите в интернете, посмотрите. Он говорит, а как же мои дети пойдут в школу, а вдруг там в школе будут вот такие вот как бы дети, а вдруг вот это вот так, я говорю, я не знаю, он был так удивлен и так шокирован, и он как бы растерялся даже, я говорю, если вы мне не верите, вы просто возьмите, посмотрите в интернете, там все написано, я говорю, насколько говорю, я знаю, во всяком случае, если в России, допустим, и встречаются такие, ну вот такие люди, такие пары, ну хотя бы они, ну как бы это сказать, они, ну да, действительно, они где-то скрываются, то есть они это не афишируются, а здесь, я говорю, может быть и свадьба, и могут быть приглашенные, и люди как бы не скрывают, что они вот так живут, то есть это как бы, здесь это считается нормой, то есть вот так вот, вот, это я вот, что хотела, как бы тоже вспомнила, вот я стала продумывать эту историю, ну и стала, как бы, ну вспомнила, что у меня вот так было тоже, как бы шокировало одного человека, еще хотела сказать, еще хотела сказать, был тоже комментарий от одной женщины, хороший комментарий такой прямо, и как бы женщина, ну она, видимо, очень любит музыку, вообще любит, видимо, Францию, любит французскую музыку, любит, пишет мне вот так интересно, так есть комментарии хорошие о Франции, вот, и она, как я поняла, очень тоже, ну, видимо, шокирована моим рассказом, Она считала, что Франция что-то такое очень-очень, но не может быть такого во Франции, как она написала. Это может быть, допустим, в каких-то других странах, но она не хочет верить, что это. Это, мне кажется, везде встречается. Ну, так происходит. Ну, вот это уже, наверное, нужно как-то на это по-другому, видимо, смотреть. То есть, ну, это нечасто, это немного. Большинство людей обыкновенные люди. Кого я здесь вот близко уже знаю, каких людей, которые, допустим, семейные пары французские, женщины французские. Ну, я думаю, не все. Конечно же, не все. То есть надо понимать, что это не все. А что-то такое, как бы какие-то исключения из правил, они, мне кажется, встречаются везде. Просто мы об этом не думаем. Иногда, знаете, ещё, я тоже иногда часто это замечаю, люди идеализируют что-то. И, знаете, очень боятся, как бы, очень боятся разочароваться в своей сказке. Вот им кажется, что такое, что они вот, как бы, ну, как мечта какая-то. И очень боятся потерять эту свою мечту. Ну, вот они настолько верят в то, что они вот идеализируют. Я тоже, когда раньше, когда я не жила во Франции, вот когда я ещё не знала, что такое, ну, Франция, Европа. Ну, в Францию-то я приехала, как я уже рассказывала, мне было, ну, наверное, 44 где-то года, вот так, 45, потому что я первый раз просто приехала посмотреть Францию. Вот, потом вернулась опять же в Россию. Мне кажется, это мне ещё 44 было. Сейчас уж я даже точно не скажу. Ну, пускай 45. Когда я приехала во Францию, мне тоже она казалась не такой, какая она на самом деле. Вот, ну, не такая. Я как-то представляла её, знаете, у нас как-то по телевизору показывали фильмы, там какие-то замки везде. То есть люди все такие чуть ли, знаете, они аристократы, все там говорят на высоком французском языке. И вот, когда я приехала и посмотрела, я увидела, что это не так, что они такие же простые люди, как мы. Они абсолютно простые. Они, ну, всякие бывают. Бывают очень-очень культурные. Бывают, у меня Ласа показала, очень некультурные. То есть люди бывают всякие. То есть, ну, массы свои, они очень хорошие, ну, нормальные люди, вот в массе. Но иногда, конечно, всякие встречаются. Ну, по-всякому бывает. Ну, бывает. Вот так. То есть не надо как бы страну идеализировать, что вот там вот прямо... Нет, это всё бывает. Абсолютно всё. Вот. Это ещё от человека зависит, от воспитания зависит. Я вот часто разговариваю с Жанлюком. Ну, вот, как бы очень часто. Вы знаете, я вот рассказывала вам, что мы с Жанлюком, ну, я ему помогаю, потому что я интернет более-менее знаю неплохо. Он у меня как бы с интернетом, как я уже много раз говорила, он не дружит. Ну, человек, который вот... Он всё делает. Он ремонтирует. Он же видели его, как бы сказать, я делаю его видео, когда он что-то там ремонтирует. Вот сегодня он у меня весь наш, ну, небольшой, правда, садик, но вот целый день он сегодня стриг деревья. Так красиво подстриг. Ну, красиво всё это ровненько подстриг. Всё убрал, всё прибрал. То есть всё, что касается рук, он делает всё. Но в интернете он не силён. Ну, вот такой человек. Вот такой человек. Но это не значит, что он ничего не знает, или он совсем какой-то... Он и говорит хорошо, он умеет хорошо сказать. Чем, кстати, он меня и поразил, когда мы с ним встретились. Он так красиво говорил, у него такой поставленный хороший голос. То есть он человек такой, он правильно говорит, он никогда не ругается. То есть у него нет каких-то таких слов некрасивых. В общем, вот такой он. Он так воспитан. Вот. И к чему я такую длинную историю рассказываю? О том, что мы сейчас с ним... Я ему помогаю оформлять его пенсию. Всё по интернету, всё ему помогаю, всё делаю. Ну, и как бы мы с ним... Я и вот эти все дела, его вот эти пенсионные дела, они очень похожи на наши, на российские. Вот эти все... Оформление пенсии очень похоже. Потому что я своё же тоже оформляла по интернету. Кстати, потом ещё два слова скажу про эту пенсию, про мою пенсию. Ну, сейчас как бы я Жанюке хотела сказать. Так вот. И там же стаж, там тоже у них всё идёт стаж. И точно так же баллы, как у нас. И когда он вот стал набирать стаж, он мне говорит, господи, у меня не входит в этот стаж, его самые первые годы работы, там два или три года, у него не вошло в стаж. Я ему говорю, как так может быть, надо звонить в ту организацию, где ты работал, найти эту организацию. И он говорит, так ты понимаешь, я начал работать с 14 лет. И нам, говорит, там я не был оформлен официально. Я работал там где-то в гараже, начинал работать с 14 лет. Говорит, не только я один, у меня много знакомых, ну, моих-то как бы друзей, не друзей, просто знакомые люди уже потом встречались, говорит, по жизни. Тоже начинали работать с 13, с 14 лет, только с 12 работал. Вот. Официально это было запрещено, но он работал неофициально, платили неофициально небольшие деньги. Говорит, деньги были маленькие. Говорит, я маме отдавал, потому что, ну, небольшая семья у них была. Я маме, говорит, их эти деньги отдавал, там, ну, чуть-чуть мне оставалось, говорит. Говорит, ну, я делал работу наравне со взрослым, а платили мне, говорит, совсем, намного меньше, совсем, совсем. А иногда, говорит, не платил, говорит, даже. Бывало и так, что этот человек не платил. В стаж эти годы не вошли. А я же, говорит, работал. То есть, получается, их здесь, во Франции, эксплуатировали детей. Вот. У нас-то я вот в своем возрасте, я не помню, что кто-то у нас бы работал бы. Я вот не помню. Я знаю, что все учились или получали какое-то образование, или получали какую-то профессию. Я-то это хорошо помню. Это ж такое советское время было, тогда такие дела делать было нельзя. Ну, не помню. У меня не было знакомых, чтобы кто-то бы в 14 лет работал бы, вот прямо уже в гараже бы, что-то там делал. Я такого не помню. Вообще не помню. Вот. Может, это и были, ну, чтобы кто-то меня... Вообще-то было запрещено у нас. Так вот, во Франции тоже вроде как запрещено, но это было, говорит, повсеместно. То есть, детский труд использовали. То есть, вот такие семьи, где много детей. Конечно, семьи, допустим, где люди были богатые. Их, естественно, они не работали. Естественно, никто их тут там не эксплуатировал. А вот таких детей, где, значит, ну, многодетные семьи, где, ну, денег не очень хватало. Вот. Когда вот Джанлюк иногда мне рассказывает, как они кушали, допустим. Я много раз об этом говорила. Вот. Мы же... Мы-то этого не знали. И вот я помню очень хорошо, что по телевизору всегда показывали, где-то что-то показывали Францию. Это вот замки. Это вот эту Анжелику. Они такие все богатые. Они там все аристократы, французы. Они там все прямо только вот у них там какое-то вот прямо такое общество вроде как. Вот. И такую Францию, как, допустим... Как вот посмотреть, если суп-ашу, это капустный суп с Люди Финесом. Вот когда я, как я уже говорила, я увидела этот фильм и эту Францию. Это я уже по приезду, как я говорю, по приезду во Францию я увидела первый раз этот фильм. Это комедийный такой комичный фильм. Но как там показано, живут люди, жили люди в каких домах, какие там одежды одевались. Я была немножко даже шокирована, потому что у нас уже, мне кажется, даже такого не было. Ну, это где-то как бы я понимаю, это действие происходит уже после войны. Но так, я так смотрю, и еще спрашивала, там еще первый мужик говорит, что так во Франции так жили? Он говорит, да. Жили, говорит, во Франции. Да, говорит, было такое дело. Вот. Поэтому Франция, она тоже всякая. Я вот точно так же. Я приехала, я все спрашивала, все как бы узнавала. Мне было интересно. Я вот, допустим, узнала здесь, что были такие большие семьи, здесь жили. Тоже много детей. Я как-то считала, что такого быть не может. У меня тоже какая-то Франция была такая в голове, знаете, что это какая-то вот она не такая. Нет, она всякая была. Кто-то очень богато жил, кто-то не очень, а кто-то и бедно жил. Вот. Видимо, Жан-Люк, его семья и его друзей, и вот там, где он мне показывал, в каком они вот жили. Ну, хотя у них свои дома были, там все, у них тоже. Но, говорит, большие семьи. Даже по 14 человек была семья, детей. Там, ну, не у него, а он говорит, ты представляешь, говорит, какие большие семьи. Их же прокормить, говорит, не надо было. Вот. И, в общем-то, вот так вот всяко было. И одежду носили друг за другом. Все было, говорит. И говорит, вот он рассказывал недавно, и летом они ходили какой-то там салат собирать, такой дикий салат. Говорит, мы прямо брали тележку, потому что мама у нее не было, как это сказать, водительского удостоверения, машины не было у мамы. Папа уходил в море, они брали какую-то тележку с мамой, там, со всеми своими братьями, с сестрой, они шли собирать какой-то салат, чтобы вот, потом, говорит, так вкусно мы его ели, он такой вкусный этот салат, он говорит, по детству помни, так было вкусно. Голодать они не голодали, но ели очень просто. Вот как он мне рассказывает, он вот такой в виде, он неприхотливый, то есть надо, знаете, как, ну, Франция она всякая была, ну, очень всякая, она разная была, кто, как, в общем, как я тоже где-то в одном видео уже рассказывала, что один мужчина мне рассказывал, ну, не один, а несколько даже, я потом спрашивала у моего первого мужа тоже, были такие, что и в туалете не было у них, вот, большая семья, в туалете не было, ходили в поле люди. Я говорю, как вы так, я вообще была просто, я говорю, как, в поле, все бегали в поле, жили у поля, там где-то ферма была, и туалета не было, ходили в поле, в туалет, представляете, кто-то рассказывал, что и вообще мылись они, говорит, все об этом, а кто мне это рассказывал, по-моему, Жанлюк мне и рассказывал, что было такое, что в большом-большом баке мылись все, сначала, значит, мама, потом папа мылся, потом, по-моему, сестра, вот так как-то у них, или сначала мама, потом сестра, и потом все остальные, каждый мылся в баке, потому что душа не было, вот, он говорит, и не только мы, многие так жили, а у нас такого, я вот что-то не помню, я сразу с душем, у нас сразу был душ, поэтому, тут как бы надо, ну, надо нормально смотреть, потому что, знаете, как рая на земле не бывает, все равно, как бы, ну, как сказать, ну, мы, где-то есть, знаете, свои плюсы, свои минусы жизни, то есть, что я хочу сказать, чтобы вот не шокировать, я то, что рассказываю, чтобы людей как бы не шокировать, ну, я вам просто из своей вот жизни рассказываю случаи, вот, что я где-то что-то узнала, и мне хочется с вами поделиться, ну, а уж там потом, как говорится, считайте, что я говорю правду, или неправду, но я вам рекомендую, посмотрите вот этот вот, супа шум, фильм с Людей Финессом, и вы сами увидите, как люди жили, вот после войны, как они жили, я как говорю, когда увидела этот фильм, я не поверила, думаю, это может быть какой-то, ну, как бы, ну, просто игра актеров, чтобы смешнее было там, и прочее, но он немножечко грустный, немножечко как бы, по-моему, последняя его роль была, этого Людей Финесса, по-моему, он же такой там пожилой стал, вот, посмотрите, это вот реальная Франция, тоже вот, послевоенная такая, то есть, кто как жил, кто, видимо, в больших городах, вот как Париж, как у меня подруга Сильвия жила, она, она говорит, что нет, у них вот и телефон тоже был всегда, как вот, и, в общем-то, холодильник был, и телевизор, то есть, у кого как, кто как, кто как жил, а вот Жен-Люк, они по-другому жили, он говорит, многие так жили около нас, говорит, много было людей, вот, ну, ладно, теперь еще хотела, то есть, я сегодня хотела, как бы, о вчерашнем видео, поговорить о жизни француз, как они вообще живут, и что-то, какая жизнь во Франции, как живут французы, как жили французы, вот так, наверное, вот, сейчас-то, конечно, они уж так, у всех и туалеты есть, у всех и души, душ есть, и ванны есть, и все-все-все есть, ну, как я уже всегда говорю, самое главное здесь, что это климат, смотрите, у нас уже солнышко, тепло, то есть, у нас это самый главный плюс, конечно, вот, это большое-большое дело, потому что, сами знаете, когда солнце, мы как-то и радостные, там, жить хорошо, и еще, конечно же, если у меня на Урале 9 месяцев зима и 3 месяца, лето там, да, какие-то 3 месяца, меньше даже бывало, вот, то здесь все наоборот, здесь зима 3 месяца и 9 месяцев лета, то есть, конечно, конечно, эта разница очень большая, ну, и океан близко, вот мы, например, у океана близко живем, поэтому, конечно же, это, это большое дело, это все меняет, вот, это о чем, как бы, какие плюсы, большие плюсы, да, что одежда не надо теплой, что экономия, вот на этом, это я уже как-то повторяюсь, я уже это вам все и рассказывала, был вопрос еще у меня, ну, просьба, вопрос от одной женщины, она хотела бы, ну, хотела бы посмотреть, сохранился ли дом Жанлюка, где он вырос, где он жил, я с ним поговорила, он говорит, хорошо, мы с тобой однажды съездим в Арашель, только не сейчас, потому что, не может, чуть-чуть попозже, вот, потому что ехать далековато для нас, не так далеко, как дорого сейчас стало, у нас, кстати, еще подорожал бензин, сегодня мы ходили, уже покупали бензин, он еще поднялся у нас в цене, бензин еще чуть-чуть поднялся, в магазины пойдем, и я посмотрю, что в магазинах изменилось, какие цены, ну, и вам расскажу, вот, что мы купили, что не купили, в общем, все расскажу, это для меня такая целая такая, не люблю я по магазинам ходить, в общем, ничего хорошего сейчас уже нету, такое одно расстройство, как говорится, ну, как бы, ладно, это, в общем-то, так что, про дом Жанлюка, как только мы выберемся, мы решили с ним, он говорит, ну, только надо, говорит, тебе снимать, так, говорит, как он сказал, дискре, ну, говорит, не очень явно так, чтобы ты снимал этот дом, потому что сейчас дом уже продан, и дом уже, в этом доме уже живут другие люди, вот, 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 так, кстати, о доме еще Жанлюка несколько слов скажу, вот, он мне тоже рассказывал, как они, когда родители не стало, они, ну, умерли родители, у него сначала мама от сердечного приступа умерла, ну, а потом папа у него умер от онкологии, очень болел сильно, умер от онкологии, вот, и он говорит, ну, надо было этот дом продать, а их, как я уже рассказывала, шесть детей, и вот тоже про дома, что я хочу сказать, он говорит, дом продавали трудно, долго, с ценой были не согласны, шесть человек, все были не согласны, все, говорит, переругались, и даже некоторые, он-то как бы со всеми общается, он такой, он уже, человек тоже открытый, а вот некоторые из его братьев, они все, они больше уже там друг с другом, кто-то там, сестра или вроде с кем-то, или брат с кем-то, не знаю, но они не общаются, абсолютно все, из-за вот этого продажи дома, из-за вот этого несогласия в цен, говорит, пух и прах, там, говорит, вообще был кошмар, переругались очень сильно, то есть, там, где надо что-то здесь делить, деньги, деньги, это такое дело, зло большое наносит, когда что-то делить надо, когда наследство ступает, в общем, говорит, история была очень даже некрасивая, вот, так что, про дом, мы когда поедем, в Ларошель, я обязательно сниму вам место, где жил Женлюк, покажу вам, я сама этот дом видела, такой нормальный дом, симпатичный вроде как, вот, я сниму этот дом, сниму это место, ну, и вам покажу, и расскажу, где жил, вырос Женлюк, он говорит, я там родился, ну, не в доме, конечно, но, он говорит, я как бы, ну, с первых дней меня туда принесли, и я там вот до того момента, как пошел в армию, и потом женился, все, потому что потом там не жил, в этом доме, вот так вот, вот, также был, еще где-то ранее, мне был вопрос о пенсии, как оформлять пенсию здесь, кто здесь живет, по интернету, ну, хочу сказать, что потом, если вас будет это интересовать, потому что женщина написала, что в скором времени, невозможно, ее будет через какое-то время это интересовать, вы мне пишите, я вам все, все, все расскажу, вот, вы мне можете написать, если у вас будут какие-то вопросы, даже на мою почту, на мой адрес, я вам расскажу все, как это делать, оно не совсем легко, но все возможно, то есть пенсию оформить по интернету можно, вот, мне все говорили, что нельзя, я ее оформила, не выезжая в Россию, я так и не выехала в Россию, и все оформила, в общем, ну, было, были, конечно, у меня моменты, но она, короче говоря, это только все, я везде, знаете, я везде в интернете смотрела, я везде читала, я везде спрашивала, какие только форумы, не заходила, вот эти вот, где люди, и все люди в один голос говорили, что невозможно, не выезжая из Франции, оформить пенсию невозможно, ну, я сделала, не знаю, кто еще, может, кто-то еще есть, кто сделал, ну, вот, наговорила много, рассказала все, хотела как бы еще какие-нибудь истории вам рассказать, но сейчас думаю, даже не знаю уж, какие истории рассказывать, потому что, видите, как это, как бы сказать, ну, может быть, потом какие-нибудь вам даже, что-нибудь такое расскажу, мистическое, может быть, о мистике немножечко расскажу, Не знаю, вчера мне тоже написала одна моя подписчица Одна из моих любимых подписчиц Она мне вчера столько примет интересных написала Приметы И вот действительно там что-то сахар, соль если рассыпать И вот что интересно, что самое интересное Я действительно очень часто рассыпаю сахар Очень часто Вот она написала что-то к хорошему Ну, наверное, я так подумала Наверное, если рассыпать сахар, так и сладкой жизни Наверное, что-то такое из этой серии Потому что действительно часто у меня бывает Я не знаю, почему у меня сахар рассыпается очень часто Не знаю, почему Соль очень редко рассыпаю, очень редко Вот так вот А вчера все атрибуты приготовила Она мне сказала в первой грозе Атрибуты приготовить какие-то нужно Ну, там все написано у меня в комментариях Я как послушный ученик все приготовила Все, и еще Жанлюку говорю Гроза начнется, если вдруг я усну Ты меня обязательно разбуди, если греметь начнет Он говорит, ладно, ладно А гроза взяла и прошла стороной Ну, ладно, буду ждать следующего раза Вообще, мне интересно Вот Я как бы люблю тоже всякие Такие Мистические А ритуалы Мне тоже это нравится Вот Ну, вроде все сказала Само подглядываю в свое Подглядываю в свою записную книжку У меня с собой все время записная книжка Я все смотрю Потому что вдруг что-нибудь забуду Или даже какие-то у меня вопросы бывают Все, знаете, боюсь прям забыть Думаю, вот если не запишу Обязательно забуду Обязательно не скажу Не расскажу вам И будет неудобно потом Ну, бывает такое Бывает, что как бы забываю что-то я Так что если я что-то забыла Кому-то обещала Вы мне еще раз напишите Вот так вот Ну, вы мне пишите Пишите ваши комментарии Пишите, что вы вообще думаете Вот о том, что Ну, о Франции О нашей жизни Ну, спрашивайте меня Если вас что-то интересует В принципе, я все расскажу Я поделюсь с вами У меня Как я говорю Никаких секретов особых таких нет Ни у меня, ни у Жанлюка Мы как бы люди такие открытые Мы учимся на всем Как говорится Нам вот Что-то вы мне пишите Да Вот там комментарии Я практически все комментарии Перевожу моему Жанлюку Практически все И он мне слушает Ему так нравится Он как бы участвует В этих Во всех моих видео Очень часто Поначалу Поначалу он так боялся Стеснялся Ему было страшно А сейчас смотрю Уж так освоился Ему даже это нравится Иногда он смотрит Свой интернет Ну, свои там Тоже в Ютьюбе Своё по строительству Что-нибудь Вот он что-нибудь там Это, как бы это сказать Ну, ремонтирует Ещё что-то там делает И ищет И очень часто попадаются Мои видео Где там его Его лицо Он говорит Ой, это я Опять здесь Мои вот эти небольшие видео Они ему как бы Предлагают интернет Потому что Потому что я здесь В общем, такие вот дела Ну, ладно В следующий раз Не знаю, что вам даже рассказать Может, сами мне предложите Какую тему Может, кого-то что-то Заинтересует Интересно что-нибудь про нас Ну, ладно Вас всех целую Обнимаю Всех вас люблю Большое спасибо вам За все ваши комментарии Читаю с удовольствием Это я как бы общаюсь с вами Пока-пока И до завтрашнего дня До завтрашнего нового видео Пока-пока